В настоящее кошачье царство попадаешь, посетив выставку усатых-полосатых. Здесь представлены кошки всех пород и мастей, выполненные в разных техниках. Керамические, глиняные, с росписью и без, валеные игрушки, коты в форме часов и даже из кристаллов сфоровски. Знаменитый черный кот, вопреки суевериям, приносящий только удачу, и многие другие. Самый маленький экспонат не достигает и одного сантиметра. На этой выставке 151 экспонат, 151 кошка – это кошки-сувениры, кошки-игрушки, кошки-подушки из различных стран мира, из России, Германии, Доминиканы, Греции и так далее, Кубы. Кошки – это сошедшие на землю духи. Так сказал о пушистых спутниках человека писатель-фантаст Жюль Верн. Скульптуры, поделки и картины, посвященные этим четырехлапам, встречаются в культуре практически всех народов, а древние египтяне и вовсе считали их священными животными. Тут достаточно много интересного, я хочу сказать. Начиная, предположим, с этой полочки, кошечки напоминают то, что было найдено в раскопках Египта, по всей видимости, как они такие знаменитые. Очень много стекла, которые весело, конечно, мастера очень хорошо постарались, такие веселые. Обратил внимание на кжель. Кошки считаются самыми популярными домашними животными. Они приносят удачу и оберегают жилища от злых духов. А с музеями их связывает особая дружба. Во многих музеях мира традиционно живут коты. Вы знаете, что в Эрмитаже они получают довольствие, эти коты. В свое время они спасли Эрмитаж даже от нашествия крыс, большое количество котов. В Британском музее коты получают, каждый из них по 50 евро получают эти коты. В музее Хемингуэя, они живут прямо в этом музее, спят на кровати самого Хемингуэя. Это специальные такие шестипалые коты, которые есть только в этом музее. В Анапском музее тоже обитают свои пушистые хранители. Рыжий, серый, черно-белый, есть даже свой кот-бегемот. Всего шесть символов удачи. Ведут себя вполне по-хозяйски. Разрешают смотреть, но руками не трогать. Прям как музейные экспонаты. Полюбоваться живыми или выставочными котами можно будет до конца марта. Однако в музее планируют выставку расширить и перенести в отдел краеведения в начале июня, чтобы на ней смогли побывать и гости курорта. Ольга Родина, Ксения Сепко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Продолжение следует...